День уважаемых коллегий. Я Лапуга Ильина Владимировна, деканда факультета воспитания и стилизации Алтайского института развития образования имени Адриана Микрагановича Толкова. Программа, которую вы начинаете изучать, связана с развитием компетенций по способам выявления, реагирования и профилактики глиантного поведения, получающихся из воспитания. Актуальность этой темы настолько высока, что она сейчас начинает входить в содержание программ повышения квалификации педагогов, которые реализуют программы учебных курсов и учебных предметов. Трудности, которые возникают у педагогов при взаимодействии с обучающимися, зачастую вызваны тем, что учителя, к сожалению, не могут своевременно видеть и распознать те поведенческие признаки, или как мы называем индикаторы поведения, которые указывают на ту или иную форму отклонения поведения от социально одобряемого и нормативного. Поэтому одна из задач, которая стоит перед нами, это научиться распознавать и выявлять на ранних этапах признаки различных форм поведения. Следующий шаг очень важный, связанный с тем, как реагировать на то, если учащийся ведет себя неподобающим образом. Если он имеет различные формы нарушения поведения и куда обращаться, что делать, как участники образовательных отношений должны обеспечить взаимодействие и купировать своевременно, предотвратить развитие и прекратить подобное поведение. И, наконец, последняя задача, которая стоит у нас при освоении задержания логальной программы, это умение находить выход из сложившейся ситуации. И для этого вы будете разбирать ситуационные задачи и предлагать способы решения. Все темы, которые вы будете изучать и все материалы, которые будете иметь возможность скачивать, а также результаты своей работы, прежде всего направлены на вашу практическую деятельность. И они назначены для того, чтобы оказать вам помощь по методике реагирования на те или иные ситуации. Мы желаем вам всего доброго, успехов в вашей работе. Сегодня мы с вами приступаем к изучению очень актуального и важного модуля, который называется «Развитие психолого-педагогической компетентности» в области профилактики доверенного поведения несовершеннолетних. Актуальность данного модуля связана с тем, что функции воспитания прописаны на профессиональном стандарте педагог, а также одним из разделов основной общеобразовательной программы, реализуемой общеобразовательными организациями, является программа воспитания социализации. К сожалению, тема, которую нам предстоит с вами изучать, она действительно актуальна. И наше с вами знание, умение и опыт, к сожалению, значительно отстает от тех ситуаций, которые предъявляют нам жизнь. И с теми формами измененного, ненормативного поведения обучающихся, которые сейчас проявляются достаточно активно и они на слуху, мы оказались не готовы справляться. Итак, речь у нас с вами пойдет о механизмах реагирования, о способах выявления и о мерах профилактики, связанных с различными справедливыми различными формами для анкосостояния, обучающихся и воспитания. Целью изучения этого модуля является расширение профессиональной компетенции, которые необходимы для профессиональной деятельности, повышение профессионального уровня в рамках имеющихся квалификации. Направлены они в области профилактики эдериантного поведения несовершеннолетних. Нам с вами предстоит определить сущность понять эдериантное поведение, делаем различные формы, мы будем изучать способы выявления и реагирования и профилактики эдериантного поведения, а также определять состав, содержание и последовательность необходимых действий педагогических работников по реагированию и профилактике различных форм эдериантного поведения обучающихся и воспитания. Итак, немножечко о содержании вашей работы. В программе три темы. Первая тема связана с определением понятий эдериантного поведения, а также определением различных характеристик форм эдериантного поведения. Первое задание будет связано с изучением информационно-металлического материала под названием «Навигатор-филактики эдериантного поведения». Все необходимые информационно-металлические материалы в вашей программе размещены на платформе Moodle, они свободны и бесплатны для скачивания. Кроме того, имеются ссылки на другие сайты, которые вам могут быть полезны, интересны или необходимы для выполнения заданий. Итак, «Навигатор-филактики эдериантного поведения» — это работа наших коллег из Московского государственного психолого-педагогического университета, которые стали реализовать свой подход к видению тех вопросов, которые связаны с выявлением и реагированием, а также профилактикой различных видов эдериаций. Ссылка на свободное скачивание этого навигатора также представлена, но мы сочли возможным продублировать эту работу в связи с тем, что предполагаем возможные риски, связанные с низкой скоростью интернета либо иными какими-то проблемами. Итак, «Навигатор» имеет цветовую индикацию от светло-желтого до ярко-красного цвета. И эта цветовая индикация определяет различные виды эдериантового поведения. Таким образом, мы можем с вами увидеть, что на каждый вид эдериантового поведения у нас два листа. На первом листе обозначены те признаки, внешние признаки, поведенческие признаки и иные индикаторы эдериантового поведения, которые нам с вами указывают на возможность именно такой формы, такого вида поведения. А второй лист в этом навигаторе прежде всего указывает на способы реагирования и способы профилактики, другими словами, отвечает на вопрос, что делать. Возможно, вы уже ранее встречались с другими классификациями различных видов эдериантового поведения. Пусть вас это не смущает. Данный подход тоже имеет право на существование. Более того, он, на мой взгляд, достаточно хорошо показывает те динамики, которые мы можем напыдать по развитию дырянного поведения от маловыраженных признаков форм и менее социально и личностно опасных до серьезных проявлений, до, скажем, дыринвентного поведения. Итак, посмотрев и изучив содержание этого навигатора, вам предстоит заполнить таблицу, помечая знаком плюс наличие тех поведенческих признаков или индикаторов, которые характерны для данного вида девиации. Если этот признак может встречаться, а может и не быть выраженным, вы можете отмечать это значком плюс-минус. Если же он вообще отсутствует, то вы отмечаете это значком минус. Итак, если мы с вами посмотрим на таблицу, то в столбцах находятся перечисленные и указанные различные виды девиации, а в левом столбце, в строках, вам предстоит как раз и обозначать плюсами, минусами, либо совместным знаком, то есть минусами, выраженные признаки, соответствующие ячейки, на ваш взгляд, правильные ответы. После того, когда вы заполните эту таблицу, посмотрите, пожалуйста, и проанализируйте результат вашей работы. Постарайтесь выделить общие и специфические индикаторы различных форм довиятного поведения. Но забегая несколько вперед, я вам могу сказать, что резкое снижение успеваемости, в том числе связанное с нарушением учебной мотивации, может быть достаточно выраженным признаком, который характерен для всех видов икон довиации. Поэтому ожидаемо и прогнозируемо, что в этой строке вы поставите везде плюсы. Таким образом, данный признак поведенческий будет являться общим. А специфические – это те, которые однозначно могут наколкнуть взрослых, педагогов, родителей или обучающихся на то, что этот ребенок имеет те или иные отклоняющиеся форму поведения. Следующая тема связана с изучением содержания и последовательности необходимых действий по реагированию в профилактике галиантов поведения обучающихся. Вам предлагается ознакомиться с информационными методическими материалами, которые размещены на официальном сайте нашего института в разделе «Ресурсный центр по безопасности здоровья и образовательной среде». Ссылка на него у вас также дана на мудле и находится в детстве задания. Попав на страницу «Ресурсного центра», вы можете увидеть три раздела «Работников образования», «Родителям», «Подросткам» и «Молодым людям». И зайдя в содержание этих разделов, смотрите, пожалуйста, структуру и содержание набора тех материалов, которые вам пригодятся. Ожидаемо, что раздел «Работников образования» будет наибольшим. В нем представлены различные нормативные документы, методические материалы, на которые чуть позже поедут речь. И вы можете занести свои наблюдения и результаты своего знакомства в табличку, где вы можете указать, какие из представленных материалов вы можете использовать при подготовке к проведению классного часа, классного любого мероприятия, инициировать проектную деятельность или индивидуальную работу, а также работу с родителями. Смотрите, пожалуйста, содержание всех разделов и заполните таблицу. Следующее, второе задание связано с необходимостью ознакомиться с материалом, который также размещен на странице ресурсного центра в разделе, который называется «Педагога», «Педагогическим работником». Вы увидите размещенное там информационно-методическое пособие для руководителей дагогических работников образовательных организаций под названием «Предотвращение насилия образовательных организаций». Данное пособие было издано на средства ЮНЕСКО и, по сути дела, содержит в себе информацию, связанную с признаками, причинами насилия, описание различных видов насилия, различных форм его проявления, а также очень четко прописаны алгоритмы действия и условия по профилактике насилия в образовательной организации, а также действия педагогов и сотрудников образовательных организаций в случае выявления фактов насилия в школе. Мы хотим обратить ваше особое внимание на содержание второй главы. Посмотрите ее содержание и сопоставьте те рекомендации, которые уже были вами изучены в виде памяток, инструкции и алгоритмов действий и теми рекомендациями, которые даны в данном пособии. Возможно, вам захочется и будет актуальным дополнить эти памятки материалом, который вы почерпнете непосредственно из данного пособия. Всякий раз, когда мы имеем возможность общаться с учителями-предметниками, выполняющими функции классных руководителей, озвучивается одна и та же проблема. Задач перед классным руководителем в области воспитания обучающихся состоит очень много, но всегда возникает вопрос, а где найти достойную программу, ту, которую может реализовать конкретный учитель с конкретной группой обучающихся. Мы предлагаем вам проанализировать содержание банка профилактических программ, который размещен на сайте «Шпу здоровья Алтайского края». У вас ссылка на этот сайт имеется также в тексте заданий. Когда вы откроете этот банк, вы увидите различные адресные группы, различные направленности, и вы сможете, открыв соответствующую актуальную для вас в настоящий момент времени программу, посмотреть ее условия реализации. И если вот эти программы, которые там находятся, вам подходят, можете их зафиксировать в предложенной вам таблице для того, чтобы оставить у себя в памяти. Нужно сказать, что все программы, которые находятся в банке профилактических программ, они либо имеют статус рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации, а теперь и Министерство просвещения, либо рекомендованная Федерация психологов образования России, что тоже является очень важным, потому что все эти программы прошли и общественную, и профессиональную экспертизу, и доказали свою эффективность. Забегая вперед, хочу сказать, что если вы используете данные программы, берете их за основу и во фрагменты, не забывайте корректно указывать ссылку на эти программы и на источник, откуда вы их взяли. Итак, проанализировали и зафиксировали, какие программы вы можете использовать в различных видах своей воспитательной деятельности. И, наконец, третья завершающая тема связана с анализом тех локальных документов, которые регламентируют действия сотрудников образования организации вашей по выявлению реагирования профилактики. Итак, у вас есть памятки, которые были разработаны вашими коллегами. Вы их дополнили теми рекомендациями, которые подчеркнули из навигатора профилактики девиантного поведения, а также из того пособия, которое изучили и внесли изменения, корректированные соответствующие инструкции, памятки по алгоритму. Обратитесь, пожалуйста, теперь к тем локальным актам, которые распределяют ответственность по профилактической деятельности вашей образовательной организации, программе воспитания и социализации к вашим планам работы, а также к тем документам, которые закрепляют перечень мероприятий и способов реагирования в случае различных происшествий. Сопоставьте их с теми, которые вы проанализировали, дополнили. И в случае, если в этом возникнет необходимость, обратитесь к вашим руководителям, к представителям администрации, к заместителю директора или директора с предложением о том, чтобы актуализировать имеющиеся памятки с учетом тех требований, которые предъявляют современные актуальные документы. Всякий раз, когда завершается процесс повышения квалификации, педагог, возвращаясь в свою школу, представляет опыт, который он получил при освоении содержания образовательной программы непосредственно либо на заседании методического объединения, либо на педагогическом совете. Зафиксируйте по свежим следам в виде тезисов кратких, лаконичных, содержательных предложений то, о чем вы будете говорить и какую информацию считаете нужным донести до своих коллег. Итак, еще раз возвращаясь к актуальности наших заданий. Мы с вами говорили о том, что тема девиантного поведения является очень актуальной. Мы с вами говорили о том, что необходимо уметь выявлять, распознавать по поведенческим каким-то паттернам, по поведенческим признакам те самые индикаторы, которые укажут нам на ту или иную фону девиантного поведения. А если мы с вами научимся это замечать, видеть, если мы начнем распознавать вовремя те или иные признаки и понимать риски, которые стоят за нашим бездействием, то, соответственно, мы можем и предпринимать реальные шаги по купированию такого поведения, а также профилактике развития и перерастания из более легкой формы отклоняющегося поведения в более сложную до правонарушения, до доведенции. И для этого мы с вами посмотрели характеристики, мы с вами посмотрели памятки, мы с вами изучили документы, которые обеспечивают непосредственно виды, способы реагирования. Мы с вами познакомились с программами, которые направлены на профилактику различных девиаций. И теперь то, что нам с вами осталось важно, донести эту информацию до наших коллег, поскольку не всегда и не всем достаточно бывает времени и возможности познакомиться с этим материалом. Ну и в завершении изучения предлагаемого вам модуля, предлагаемая программа, необходимо выбрать 4 любых ситуационных задачи, которые представлены у вас в сборнике заданий и свое решение представить в виде таблицы. Итак, из представленных ситуаций, вы выбираете любые 4 и фиксируете свои варианты ответов в правом столбце таблицы, которая находится сразу после описания самой ситуации. На этом изучение модуля заканчивается, и мы предлагаем вам проанализировать результаты вашей работы, ответив на вопросы, что было полезно, важно для вас при изучении данного раздела, данного материала, где и как вы можете использовать результаты своей работы. Этот рефиксивный анализ вы также фиксируете на подходе мобла, и на этом мы с вами завершаем процесс освоения и задержания данного раздела. Я желаю вам больших успехов, благодарю вас за внимание и готова ответить на ваши вопросы по тем адресам электронной почты и телефону, которые ставлены на слое. Всего вам доброго, до новых встреч!